Два года назад семья Леттери, путешествуя по миру, сделала остановку в Заручевье, небольшой деревушке в Бешенковическом районе. Перед живописными пейзажами, размеренным бытом и отзывчивостью белорусских людей Нина и Чика не смогли устоять. Приглянулся и пустующий деревянный домик с резными ставнями. Было решено, свою новую жизнь, свободную от западных регламентов, они начнут именно здесь. Насчет Беларуси у нас не было никаких предубеждений. Мы прекрасно понимали, что Беларусь, Россия и Китай в западных медиа всегда выставляются диктаторскими странами. В Беларуси мы испытываем большую свободу, чем в Германии. В западном мире сейчас независимости нет. Там нужно очень много работать, нет времени на общение с семьей. И тех, казалось бы, больших зарплат мало на что хватает. Не устраивал и политический курс, гендерное равенство, которое активно внедряется, и наплыв мигрантов. Квартирный вопрос решился без лишней волокиты. После оформления документов сразу приступили к обустройству семейного гнездышка. Привели в порядок печку, отреставрировали винтажную мебель, интерьер декорировали природными материалами. К слову, в Беларуси Нина и Чика во второй раз стали счастливыми родителями. Свою улыбку миру подарил маленький Моку. Возможность расти детей в спокойной стране с правильными ценностями – то, о чем они действительно мечтали. Исполнилось в Синеокой и еще одно желание – работать на земле. К сельскому быту в прошлом жители технологичного Берлина привыкли быстро. На участке у дома Нина разбил пермакультурный сад. Это когда овощи и травы растут вместе. Такой огород не требует полива и в целом лишнего ухода. На грядках соседствуют подсолнухи, свекла, морковь, помидоры, кукурузы, чеснок, кориандр и рукола. Всего более полусотни культур. Экскурсии по необычному огороду хозяин проводит для всех желающих. У пермакультуры большие перспективы в сельском хозяйстве. К нам уже приезжали гости из соседних деревень, чтобы узнать о нашем опыте выращивания овощей. Пока мы присматриваемся, какие культуры лучше растут в белорусском климате. Зимой получили хороший урожай капусты и пастернака. Свежие витамины с грядки на нашем столе ежедневно. Часть продуктов собственных соток идет на закатке. Ими семья пополняет не только домашний погреб, но и полки в эколавке, которую недавно открыла в Заручевье. Сейчас это продукты лабош и капуста с цухином и сверобой, масло для инсектов и солнца и цухины тоже. И это все будут экологические продукты для покупки. В деревушке Нина приобрел еще один дом, но уже гостевой. Сюда часто наведываются зарубежные туристы. Вернер Кемпин на летние каникулы приехал из немецкого трибина и, похоже, влюбился в страну. Беларусь – это рай. Я хотел бы до конца жизни остаться в этой стране. Этот дом мне очень нравится. В нашей стране иностранцев приняли радушно. В гости заглядывают и жители соседних деревень. Добрососедство – то, что отличает беларусов, считает Нина. А еще – открытость и готовность находить общий язык. Недавно власти поддержали его идею по благоустройству экотропы. В конце маршрута протяженностью около километра туристам откроется удивительный вид на реку Улла. Это очень позитивная идея, на мой взгляд. Здесь наши гости могут активно проводить время прогуливаться или кататься на велосипедах. Для школьников и студентов хотим организовать экскурсии, чтобы они ближе знакомились с белорусской природой и узнавали о разнообразии целебных трав. Для семьи Леттери Беларусь стала местом силы. Признаются, здесь они нашли все, что искали. Уютный дом, собственные сотки, но самое главное – мир и спокойствие. Александра Ходюкова, Олег Черняк, телекомпания СТВ.